я сложил свой опыт автоподбор и миллион рублей взвесил все преимущества и недостатки услуг оказываемых на рынке автоподбора и понял что нужно сделать что-то новое безусловно выгодное и полезное для любого покупателя автомобиля с пробегом это некий симбиоз между автосервисом и автоподборщиком с чего я начал что я делаю сейчас и к чему я приду я постараюсь вам подробно и интересно рассказать это видео анонс моего нового проекта в котором я буду рассказывать о доходах и расходах на все это предприятие об оборудовании которое я буду использовать в работе об успехах и неудачах которые будут подстегать меня на этом пути так что подпишитесь на канал прямо сейчас чтобы точно ничего не пропустить привет друзья меня зовут поляков михаил я пять лет занимаюсь автоподбором в москве и меня постоянно терзала мысль о том что работа любого выездного автоподборщика не на все сто процентов полноценна а именно что может сделать автоподборщик на выездной диагностике это проверить кузов толщиномером провести компьютерную диагностику проверку машины по базам данных также экспертную проверку двигателя коробки передач по каким-то косвенным признакам ну естественно прикинуть реальность пробега а как насчет осмотра автомобиля на подъемнике ведь некоторые неисправности или следы дтп можно обнаружить только осмотрев автомобиль снизу ну и конечно проверка подвески безусловно можно заехать в любой ближайший автосервис и заплатить 1000 рублей чтобы полноценно полностью проверить автомобиль снизу но все ли услуги необходимые для проверки автомобиля при покупке можно получить на ближайшем автосервисе как насчет проверки двигателя пневмотестером или хотя бы компрессометром ведь это необходимые проверки которые позволяют получить хотя бы общее представление о состоянии цилиндра поршневой группы и клапанов а как насчет проверки двигателя видео эндоскопом теоретически такую проверку можно выполнить в полевых условиях но мало кто согласится чтобы незнакомый автоподборщик выкручивал свечи из двигателя и совал в свечные отверстия непонятно что ничтожно мало продавцов согласиться на это а вот в автосервисе совсем другое дело кто из вас например испугается что в стенах автосервиса из двигателя вашего автомобиля выкручивают свечи для автосервиса это обычная нормальная процедура а вот ценность информации которую может дать визуальный осмотр стенки цилиндра поршня и клапанов может быть сопоставимо со стоимостью капитального ремонта двигателя а видео эндоскопе я сниму отдельное видео а если бы на таком автосервисе прямо не отходя от кассы предоставлялась бы услуга проверки идентификационных маркировок и номер двигателя номер рамы табличек и прочего профессиональным экспертом криминалистом так становится интересней так у меня и родилась идея создать симбиоз между автосервисом и услугами которые предоставляют обычный автоподборщик представьте себе автосервис на котором можно получить все услуги автоподборщика проверка толщиномером компьютерная диагностика проверка по базам данных но и незаменимые дополнительные услуги которые не может оказать подборщик в полевых условиях когда я говорю про дополнительные услуги я имею ввиду проверку двигателя пневмотестером или хотя бы компрессометром проверку двигателя видео эндоскопом а также проверку идентификационных маркировок экспертом криминалистом и конечно бонусные услуги такие как подготовка договора купли-продажи а также пересчет и проверка денежных средств если клиент решил оформить сделку прямо здесь и сейчас представьте что все эти услуги и даже больше можно получить в одном месте безусловно у такого автосервиса есть неоспоримые преимущества перед одиноким автоподборщиком но очевидно что есть и недостатки остается только создать такую идеологию которая превратит недостатки преимущества какие недостатки есть у подобного автосервиса ну я думаю что это его стационарность то есть привязка геолокации если автосервис находится на востоке машина которую нужно проверить на севере то вряд ли продавец потащится через весь город ради такой проверки но это решаемо в перспективе нужно просто открыть дополнительные точки в разных частях города пока придется работать локально какие преимущества есть у подобного автосервиса во первых конечно это набор услуг превосходящий по своему количеству набор услуг обычного автоподборщика автоподборщик может предложить проверку кузова толщиномером компьютерную диагностику проверку по базам данных естественная экспертную оценку состояния автомобиля двигатели коробки и тому подобное но в рамках автосервиса можно дополнительно предложить услугу проверки двигателя компрессометром пневмотестером видеоэндоскопом экспертным криминалистом естественно тут же находится подъемник который позволит осмотреть автомобиль снизу проверить подвеску и тому подобное то есть все в одном и все в одном месте также к преимуществам я думаю можно отнести повышенное доверие согласитесь что не каждый первый встречный поперечный подборщик вызывает такое же доверие как профильный автосервис причем не только у продавца автомобиля но зачастую у покупателя то есть непосредственно клиента самого автоподборщика автоподборщики не дадут соврать если клиент пришел не по рекомендации то он может выказывать некоторые недоверие даже если уже обратился за автоподбором а некоторые продавцы автомобилей или просто скептики и вовсе пренебрежительно называют автоподборщиков мальчики с толщиномером забывая что в любой профессии есть специалисты а есть шарлатаны именно трудности в том чтобы отличить шарлатана специалиста и вызывает недоверие у клиентов уверен что именно этим и обусловлен успех топовых автоподборщиков на youtube их публичность вызывает доверие у клиента складывается впечатление что он обращается своему старому знакомому если он давно следит за каналом такого автоподборщика в данном контексте можно провести параллель между публичностью фундаментальностью и стационарностью поясню как вижу это я глазами клиента вот такого популярного автоподборщика вот он канал этого автоподборщика его смотрит тысячи людей он никуда не денется с моими деньгами он точно меня не обманет таким образом именно стационарность как часть публичности и вызывает доверие с этой точки зрения стационарность такого автосервиса не является полностью недостатком отчасти это можно назвать даже преимуществом кстати если вы автоподборщик, то просто обязательно подпишитесь на канал. Скоро я выключу очень интересное предложение именно для автоподборщиков. Жаль, что вы его пропустите, если не подпишетесь. Но об этом в следующих видео. Как я говорил выше, моя цель обернуть недостатки в преимущество. Это задача идеологии и модели предоставления услуг. Я уже знаю, как это сделать. В одном из следующих видео я об этом подробно расскажу. Поверьте, вас это сильно удивит. Уже в следующем видео я расскажу об этапе поиска помещения и подготовки помещения. Затем дойдем до оборудования такого автосервиса и я расскажу о затратах на все это предприятие. Обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, если тема автоподбора и автобизнеса вам интересна. Будет просто бомба. Всем пока!